После авиакатастрофы 17 ноября, которая унесла жизни 50 человек, российские власти в очередной раз пытаются ужесточить правила работы авиакомпании. Идею депутатов ограничить возраст летающих в России иностранных самолетов 20 годами официально поддержала Росавиация. До сих пор такие инициативы, регулярно возникавшие после катастроф, в жизнь не воплощались. Эксперты считают и эту идею бессмысленной, но если она будет реализована, пострадать может, например, вторая в стране авиакомпания TransAero, у которой более третий парк, а лишь немногим моложе 20 лет. Здравствуйте, в эфире программа Абсурда, в студии Александр Вейкер. И у нас в гостях вице-президент НП «Безопасность полетов» Рафаил Аптуков. Здравствуйте, Рафаил Латифович. Добрый день. И президент группы компании Jet Group Александр Евдокимов. Здравствуйте, Александр Юрьевич. Добрый день. Ну, по телефону вы также можете, уважаемые слушатели, присоединиться к нашей беседе 65 10 99 и 6, код города 495. Боитесь ли вы летать на самолетах и что надо сделать, чтобы повысить безопасность полетов? Мы ждем ваших звонков 65 10 99 и 6, код города 495. Либо пишите нам на сайт fitnam.fm на страничку программы Абсурды. Но сначала, господа, я бы хотел понять, владетели вы информацией, вот последней информацией, предварительными результатами расследования авиакатастрофы в Казани. Что на самом деле произошло? Это ошибка пилотов, это техническая причина. Рафаил Латифович, что произошло на самом деле? Что произошло? Ну, предварительная. Это была катастрофа и гибель людей. А вот причины, причины, да, предварительные сообщения Международного авиационного комитета есть. И, ну, первый что ли там даже, не этап, а предэтап расследования проведен. Параметрические данные, не все, значит, упомянуты в этом сообщении. Говорить о том, что уже есть причины, наверное, рано. Но, судя по той информации, которая опубликована и содержится на сайте МАКа, можно говорить о таких вещах, что экипаж столкнулся с нештатной ситуацией в воздухе. Очевидно, не совсем экипаж был готов к этой ситуации. Ну, говорят о том, что это был молодой и неопытный экипаж. Ну, нельзя сказать, что это был молодой. Другой вопрос, что... Мало летали, мало опыта. Другой вопрос, что переученные с других специальностей, летных, но других специальностей. Ну, по крайней мере, эту информацию я видел в интернете. Да. И насколько качественно произошло вот это вот обучение, это тоже вопрос. И расследователи, и следствия тоже. Наверное, можно уже предварительно говорить о том, что авиакомпания... Недостаточно мер... Авиакомпании недостаточно мер было предпринято для того, чтобы подготовить экипаж. Это вот первое заключение. Системы самолета работали все нормально, по заключению МАК. Конечно, вызывают некоторые вопросы, ну, там, значение скорости при снижении, там, высоты, какие, значит, должны быть и какие были на самом деле. Поэтому о причинах пока еще рано говорить. Понятно. Давайте мы, Александр Юрьевич, вы тоже выскажите по этому поводу, но сначала давайте послушаем Ивана, который к нам дозвонился. Он довольно-таки давно ждет. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, что вы боитесь летать? Ну, как сказать, после последнего моего опыта, так сказать, путешествия, я боюсь. По причине того, что заводил самолет, я можно назвать, точнее, перевозчика в эфире? Да, конечно. Который был. ЮТР это был. Зашли в самолет, вроде Боинг, если память не изменяет, ну, там было все покрашено. Сорицы так же не работали. Слава богу, долетели нормально, но мое впечатление о том, что каждый раз подкрашивают самолет. То есть внутри там весь салон увеличен, насколько я знаю, на одного человека. То есть АБЦ, а это АБЦДЕ сделали. Вот, поэтому мое впечатление в последнее время как-то портится на наших авиаперевозчиков. И поэтому стараюсь мысль свою выгнать. А начальник у меня вообще, он ходит, есть такие курсы, где учат людей не бояться перелета. Поэтому вот я считаю, что большая часть... Вы последуйте примеру начальника и наверняка пойдете вместе с ним. Нет, я просто буду выбирать в следующий раз более компанию. Да, потому что учитывая, что возраст самолетов, которые перевозят, я думаю, за 20 лет многим. Понятно, Иван. Спасибо вам за звонок, спасибо. 65 1099-6, код города 495. Боитесь ли вы летать на самолетах? И что надо сделать, чтобы повысить безопасность полетов? Звоните нам 65 1099-6, код города 495. Александр Юрьевич, ну хотелось бы понять и вашу позицию. Ну я здесь выскажусь, наверное, в другом ракурсе, да, что произошло. Я не думаю, что стоит сейчас вообще всем делать какие-либо выводы, приходить к каким-то предположениям, догадкам. Нужно дождаться уже, когда эксперты так подведут итоги. Вот все говорят, что нужно дождаться, при этом все предположительно высказывают свою точку зрения. Люди это слушают, естественно. Наверное, процентов 90 из тех, кто говорит, говорят, не подумав, говорят не те вещи, которые должны звучать. Случаются всякие обвинения и в авиакомпании, и власти, и плохие самолеты и так далее. На самом деле это запрещено. Нельзя, пока нет официального заключения, нельзя делать какие-либо выводы в принципе. Но вот абсурд в этой ситуации заключается в том, что где-то я видел статистику, авиатранспорт один из самых безопасных видов транспорта. Не один из самых безопасных. Самый безопасный вид транспорта. То есть только столько людей, сколько погибает на дорогах в нашей стране, несопоставимо с тем, сколько погибает из-за авиакатастроф. Как это не цинично звучит, но тем не менее, авиасообщение и авиаперевозки — самый безопасный вид транспорта. Но шум после авиакатастрофы колоссальный. Просто колоссальный. Неизвестно, почему так происходит. Потому что сразу погибает огромное количество людей. Вы знаете, когда сталкиваются автобусы или поезда. Да, согласен. Тоже вообще не думаю, что нужно считать, сколько людей погибло. Один человек или сто человек. Один человек погиб — это уже катастрофа. Конечно. Катастрофа не измеряется количеством жизней. Это просто катастрофа. Как в авиации делится инцидент, есть катастрофа. Инцидент — это где никто не пострадал. В данном случае, я думаю, конечно, упорное муссирование слуха по поводу, если вдруг с авиацией что-то случается, с самолетом, каким-то образом. Конечно, все начинают этот шум. Наверное, это связано больше с психологией. Да, ну, самолеты. Я думаю, здесь еще есть один момент, что на самом деле автомобильные катастрофы, допустим, да, если вы едете сам за рулем, вы зависите сами от себя. В конце концов, от вас зависит тот, кто сидит на заднем сидении, это ваша семья или кто-то еще. С самолетами здесь сложнее. Вы садитесь в самолет, и вы зависите от того, кто сидит впереди в кабине. То есть от вас не зависит ничего в данном случае. Наверное, в этом случае у людей как-то психологически, морально, есть некое опасение, когда они не понимают, что будет происходить. Может быть, это как-то отчасти подгоняет этот шум вокруг авиации. На самом деле, катастрофа есть катастрофа, и где бы она ни произошла, хоть с кораблем, с пароходом, с железнодорожным транспортом, без разницы. Хорошо, можно ли избежать таких катастроф? Я понимаю, что вопрос в никуда, по большому счету. Он такой абстрактный. Но, тем не менее, везде, в любой сфере происходят какие-то нештатные ситуации. У нас даже на радиостанции бывают нештатные ситуации. А на транспорте так тем более. Тем не менее, минимизировать количество погибших, минимизировать вот этот низкий уровень безопасности, о котором очень многие говорят, особенно в средствах массовой информации. Вот что нужно для этого сделать? И сделано ли что-либо в нашей стране для этого? Можно я просто ремарочку по поводу низкого уровня безопасности? Может быть, не стоит так говорить, что низкий уровень безопасности полета? То есть, из чего эти выводы сделаны? У нас что, слишком много катастроф? По статистике, по-моему, за последние пять лет, что в Штатах, что здесь, количество катастроф примерно одно и то же. И статистика старый это самолет был, или пятилетний, или двухлетний. Тут опять психологический фактор включается. Конечно. Элементарно. Ну, все-таки, факты должны быть, почему безопасность вдруг хуже. Откуда это взялось? Это, я вам еще раз говорю, это мое личное мнение, да? Ощущение, что летать стало небезопасным. Давайте об этом поговорим сразу после новостей. Мы сегодня говорим о безопасности на авиатранспорте. Тема у нас звучит «Катастрофа в Казани. Кто виноват и что делать?» Но вот «Кто виноват?» мы не сможем ответить на этот вопрос, по большому счету. Мы все-таки дождемся выводов экспертов. Вот что делать, да, попытаемся порассуждать. У нас сегодня в студии вице-президент НП «Безопасность полетов» Рафаэл Аптуков и президент группы компании Jet Group Александр Евдокимов. У нас, господа, есть сейчас телефонный звонок. Петр достаточно давно ждет, еще, по-моему, с начала рекламного блока и новостей. Давайте мы его сначала выслушаем, потом продолжим дискуссию, которая у нас развернулась, вернее, у вас развернулась во время рекламного блока. Жаль, что, к сожалению, наши слушатели не слышат того, что здесь происходит во время новостей. Итак, Петр, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы хотели что-то нам сказать. Да, я хотел сказать, что летать я не боюсь. Самолет – это любимый мой вид транспорта, и раз 10 в год я летаю, это точно. И да, я считаю, что самолет – это самый безопасный вид транспорта, и дело тут даже не только в количестве жертв, но и в процентном соотношении. То есть процент жертв самый низкий. Петр, но вы, когда приземляетесь, вы аплодируете? Нет. Европейцы не аплодируют, это не принято, и я этого тоже не делаю. Но у нас на внутренних рейсах аплодируют. Вот поверьте. Да, я летал авиакомпанией «Татарстан» в Казань этой весной, и самолет, на котором я летел, по-моему, был просто ужасным. То есть назвать это его, кроме как ведро с болтами, у меня язык не поворачивается. По-моему, это был какой-то як, и от этого конкретно полета я никакого удовольствия не получил. И я не эксперт, я не могу высказаться по поводу вот этих вот мер, которые у нас собираются принять. Но ощущение того, что за самолетами наших отечественных авиакомпаний некоторых следят недостаточно, проверяют их недостаточно тщательно, такое ощущение у меня есть. Мне кажется, что это нужно делать. Но вот у нас эксперты, Петр, у нас эксперты сейчас находятся вот как раз из этой сферы, в студии. У вас есть вопросы к ним? Может быть, они скажут, как можно увеличить безопасность полетов, как нужно контролировать самолеты, и что можно делать, чтобы таких аварий, и нужно делать, чтобы таких аварий было меньше? Спасибо за вопрос, Петр. Спасибо. 65 10 99 6, код города 495. Мы ждем ваших звонков, уважаемые слушатели. Боитесь ли вы летать на самолетах, и что надо сделать, чтобы повысить безопасность полетов? 65 10 99 6, код города 495, или пишите на сайт финам.фм на страничку программы «Абсурды». Ну, вот я уже сказал, да, у вас развернулась дискуссия, и мне она очень даже понравилась. Не с точки зрения, потому что дискуссии вы спорили, но, по крайней мере, было нечто драматическое. И это, по большому счету, вот Петр, который говорил о том, что у нас есть ощущение небезопасности полетов, и о том, что недостаточно хорошо следят службы, которые должны это делать за состоянием самолетов, есть у людей, есть у пассажиров. И как раз вы эту тему и обсуждали, по большому счету. Я бы хотел понять вашу позицию, Александр Юрьевич. Ну, давайте я начну с того, что вот есть два главных документа для летного состава, для пилота. Первый документ. Руководство производства полетов авиакомпании. Это книга, которая должна предусматривать все, без исключения ситуации, которые могут произойти в воздухе. Включая и нештатные тоже. И, естественно, строгие инструкции, как выполнять полет, как избегать этих нештатных ситуаций. Какие параметры там и так далее. Ну, понятно, еще какие документы. Вторая книга. Руководство полетной эксплуатации воздушного судна, конкретного воздушного судна. Там, по сути дела, те ограничения, за рамки которых ты ни в коей мере не должен выходить. Ну, помимо всего, там технички. Есть еще какие-то документы? Ну, еще и есть. И я тоже сейчас об этом чуть-чуть скажу. Вот эти два документа плюс требуемое вот с 14 ноября этого года наличие системы управления безопасностью полета в каждой авиакомпании. Я не буду больше комментировать. Этого достаточно для того, чтобы полеты были безопасны? Если. Если все выполнять. Если. Они выполняются. Если эти три документа есть. Так. Если эти три документа выполняются. Они выполняются. Вы на 99 и там 9 в периоде гарантированы. Никаких нештатных ситуаций не будет. То ваш полет будет безопасно выполнен. Александр Юрьевич. Абсолютно точно. Мало того, они выполняются, эти документы. Я точно скажу. А вот то, что приводит к таким нештатным ситуациям. Эти документы помогают избежать, решить, дальше сделать правильные действия. Но даже эти три документа не могут сохранить вас от всего, что возможно в этом мире. Понятно. Поэтому нельзя говорить, что эти три документа решают... У нас разрывается телефон. Давайте послушаем слушателей еще. Павел. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Если можно, коротко. Ваша позиция или вопрос? Да. Конечно. Я не боюсь летать. Я взял количество. В этом году летал порядка 40 раз. Вот у меня такой вопрос. Я недавно читал документ по авиакомпаниям российским и их самолетному парку и его возрасту. Но я хотел бы узнать, вот крупные авиакомпании, такие как, скажем, TransAero, UTR, то есть у них реально старый парк самолетов. Почему? Я не думаю, что у них какой-то недостаток прибыли. Почему так происходит? Почему у других компаний крупных, ну, например, Airflot S11, штат более молодой? Как так вышло? Понятно. Спасибо, Павел. 6510-996, код города 495. Александр Ильич, коротко. Очень коротко. Чисто экономические вопросы. То есть парк такого возраста только из-за экономики. Не из-за того, что они хуже, эти самолеты. Ни в коем случае. Это такие же хорошие самолеты, которые хорошо обслуживаются. Вопрос только экономики. К нам присоединяется руководитель центра «Летаем без страха», профессиональный пилот и авиационный психолог Алексей Геруш. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Многие люди, вот у нас практически 50 на 50 сейчас аудитория делится, из тех, кто успели дозвониться. Одни говорят, что страшно летать, и даже некоторые ходят на специальные курсы. Другие говорят, летают по 40 раз в году, и никаких проблем, и считают это самым безопасным видом транспорта. Как преодолеть этот страх? Ну, прежде всего, нужно понять, что аэрофобия – это ненормально. Как и любая фобия, определение фобии – это психическое расстройство. Эти аэрофобия, она же не называется аэроздравый смысл, или аэрологика, или аэроздоровое мышление. Это аэрофобия. Фобия – это психическое расстройство, так определено в любых справочниках и классификаторах. Поэтому нужно, прежде всего, понять, что это проблема, это проблема психического характера, это проблема личности. Это не проблема якобы повышенного риска, который якобы существует в авиационном транспорте. Сегодня авиационный транспорт – не только самый безопасный транспорт, все знают, что никого это не успокоило, правда. Но и авиационный транспорт – это самый безопасный вообще процесс жизнедеятельности человека, в котором мы можем принять участие. Несмотря на то, что происходят единичные катастрофы, они единичны. А любой другой риск – он удивитель в жизни. Поэтому сравнивать воздушный транспорт вообще с любым другим процессом жизнедеятельности, так воздушный транспорт будет гораздо безопаснее. Поэтому первое – совет слушателям, которые испытывают страх во время авиаперелета – попробуйте понять и принять, что проблема в вас, а не в самолете. Ну, надо для этого посещать специальные курсы или идти к психологу, приводиться в порядок перед полетом? Это зависит от степени проблемы. Если проблема выражается в неком дискомфорте при полете на самолете, ну, собственно говоря, ничего с областью делать не надо с этой проблемой, но дискомфорт мы имеем право испытывать в разных ситуациях в нашей жизни – это не проблема. Другое дело, если этот страх полета начинает влиять на качество жизни, если он заставляет отказываться от авиаперелетов, если он ограничивает семью, если он ограничивает карьеру, если человек не может сесть в самолет без употребления большой дозы спиртного или транквилизаторов, то, конечно, это влияет на качество жизни, и само по себе такое расстройство не проходит. Безусловно, необходимо обращаться к профессиональной структуре, которой занимаются именно аэрофобией. Здесь не поможет просто психолог, здесь не поможет просто гипнотизер, просто специалист, папка, знахарь и так далее. Должна быть именно профессиональная структура в области аэрофобии. Алексей, большое вам спасибо. Это был руководитель центра «Летаем без страха». Профессиональный пилот, авиационный психолог Алексей Герваш. Мы говорили о том, как можно летать без страха. По крайней мере, коротко, лаконично Алексей сказал, что нужно сделать для того, чтобы не испытывать этого страха. По крайней мере, к алкоголю точно не надо. Не надо использовать транквилизатор. Не выговорюсь сейчас это слово в попыхах. 25 секунд осталось для новостей. Я напомню только телефон. 65 10 99 6, код города 495. Звоните. Мы хотели бы узнать, боитесь ли вы летать на самолетах? Что надо сделать, чтобы повысить безопасность полетов? У нас в гостях профессионалы, которые ответят на ваши вопросы, смогут прокомментировать. Андрей, Елена, Людмила, не кладите трубку. Мы обязательно с вами поговорим сразу же после новостей на Финам-ФМ. 65 10 99 6, код города 495. Мы сегодня говорим о безопасности полетов после авиакатастрофы, которая произошла 17 ноября и унесла жизни 50 человек. Мы пригласили в нашу студию вице-президента некоммерческого партнерства безопасность полетов Рафаила Аптукова и президента группы компании Jet Group Александра Евдокимова. У нас огромное количество вопросов. Слушатели, они звонят. Давайте мы выслушаем их. Они достаточно давно ждут сейчас на проводе. Начнем с Андрея. Андрей, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Я бы хотел поговорить по поводу техногенных ситуаций. Вот в каком ключе. Когда у нас была социалистическая идеология, она была социально направленная. Человек думал в первую очередь не о своих благах, а о благах всего общества. Каспиалистическая же идеология была направлена на включение в себя. То есть человек погружен в свои проблемы. Он думает о том, как добыть денег и, соответственно, в потребленческом капитализме, как эти блага... Понятно. Андрей, выключите, пожалуйста, приемник. У нас идет наводка. Вот. И, соответственно, отсюда возникают определенные проблемы. Такие как, если раньше мотивацией пилота была любовь к небу и доступ к полетам, то сейчас мотивация зарабатывания денег. Как проскользнула определенная информация о том, что там пилоты зарабатывают мало. Соответственно, пилот же живет не один, у него есть семья, дети, жена. То есть стрессовая нагрузка со стороны обеспечения жизнедеятельности. Плюс активная реклама на потребление всяких материальных ценностей. Ну, в общем-то, все дальше рассуждать бесполезно. И все, что касается всяких техногенных катастроф, они будут продолжаться, будут усиливаться. И у нас, и во всем мире. И никакие протоколы, никакие бумажки, которые требуют соблюдать то-то и то-то, не помогут. Вот, как бы, что я хотел сказать. Спасибо, Андрей, за вашу позицию. 651099, 6, код города 495. Александр Юрьевич, коротко. Я видел, что вы мотали головой и говорили нет, фактически. Я не согласен. Нет, просто, как бы, нужно рассматривать полностью всю цепочку, да, действовать, что называется, авиации. То есть зарабатывать деньги, это правильно, да, это неплохо, иначе ничего не будет. Мне иногда такое впечатление, что это вообще смысл жизни. Конечно. То есть это нормально, в этом нельзя упрекать авиаторов, что они зарабатывают деньги. Мало того, многие... Социальное положение авиаторов. Прекрасное. Это нормальное положение. То есть мы сейчас не говорим о каких-то единичных случаях, единичных компаниях, у которых плохо. В общем, это нормальное положение, финансовое положение нормальное. Отрасль в порядке. Отрасль в порядке, да. В социальном аспекте, я имею в виду. Да, я думаю, в порядке. То есть, да, конечно, там есть какие-то... Кто-то скажет сейчас, да нет, это вранье. Есть какие-то мелочи, да, о которых можно обратить внимание, но в масштабе в своем, в основном, в порядке. Посмотрите, у нас, на самом деле, очень неплохие авиакомпании. Возьмите тот же Аэрофлот. Это, ну, я считаю, лучшая компания сейчас в Европе. Она очень хорошая, с хорошим парком. Есть компании послабее, да, они не хуже. Они просто послабее. У них меньше возможностей, меньше административных ресурсов и так далее. Но вопрос вот в чем, что... Вы добавьте, есть компании, которые, ну, совершенно лежат на дне. Вы знаете, они лежат... И вот эти вот лежащие на дне... Подождите, мы совсем не давно видели банкротства эти компании. Порядка 90% нашей территории. Вот не надо говорить про 90% нашей территории. Наверное, другой процент. А лежат они на дне, потому что, во-первых, туда положили. И, во-вторых, что им позволяют там лежать. А, вот оно что. То есть есть чей-то интерес? Помогите, я не знаю, это коммерческие, опять-таки, вещи все. Вы либо им помогите встать на ноги, либо их уберите. Если вы не желаете их убирать, и они будут возить те самые 90%, как вы говорите, по нашей России, ну, тогда давайте жить с этим. Либо помогите им встать на ноги. Инструментов это сделать масса. Помогите кто? Государство. Вот. Конечно. Именно государство. То есть государство невыгодно содержать тех, кто лежит... Государство помогает. Делает льготы для покупки билетов для полетов с Дальнего Востока, там, в Европу, допустим. Ну, в смысле, в Европейскую часть Российской Федерации. Помогает это встать компаниям на ноги? Как вы считаете? Ну, вы же знаете, кто возит и кто пользуется этими субсидиями. Вот. Опять получается пятерка крупнейших авиакомпаний. А как во всем мире? А как летать? Из Якутска в Усть-Майя или в Аян? Ну, я вам на примере сейчас приведу, что есть компании, которые закупают новую технику и начинают возить народ. Вот, как вы сказали, эти два города, которых я даже не расслышал. Но факт, что эти компании начинают работать, просто важно, нужно работать. Не лежать, как вы сказали, да, и ждать какие-то субсидии. Нужно просто работать. Нужно писать правильные бизнес-планы, правильные. Делать правильные. И реальные. Да, если там не нужна перевозка, ее там не будет. Давайте послушаем Елену, которая тоже давно ждет. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. У меня два вопроса эксперта. Вот первый, господин Издакимов сказал по поводу экономики в вопросе покупки самолетов, что если самолету больше, там, 20 лет или меньше, если он хороший, то возраст здесь не так важен. Вот я хотела по поводу разбившегося самолета спросить. Он, если я не ошибаюсь, были такие, такая информация в прессе, что он провел часть жизненного пути, по-моему, в Анголе. В Уганде, по-моему. Или в Уганде. В этих странах, значит, идет, ну, как там, год за несколько. То есть их эксплуатируют без какого-либо технического поддержания и так далее. Может быть, на это тоже стоит обращать внимание. Да, еще один вопрос. Еще второй вопрос. Вот вопрос программы звучит, что делать. Наш премьер-министр уже высказал предположение, что следует укрупнять, не затрагивая при этом конкуренцию на рынке. Я так понимаю, опять же, что сейчас господин Евдокимов высказывался в сторону этого тоже направления, действия. Но ставите ли вы знак равенства между крупными компаниями и безопасными? Мне кажется, я не эксперт, просто потребитель. Но мне кажется, что знака равенства здесь нет и быть не может. Одно от другого не зависит. Спасибо. Спасибо, Елена. 651099,6, код города 495. Пишите нам также на сайт финам.фм на страничку программы «Парадокс». Александр Юрьевич, отвечайте. Емко-коротко, сжато, очень много звонков. Сначала на второй вопрос по поводу знака равенства между компаниями. Крупные и безопасные? Нет. На самом деле, если маленькая компания, которая имеет в штате 2-3 самолета, но прекрасно делает техобслуживание по тем документам, которые произведет производителям, никакой речи о том, что она менее безопасна, чем большая компания, быть не может. Они все одинаково безопасны. Это нужно просто усвоить. Люди говорят, что они входят в салон, видят отваливающиеся столики, где-то покрашены. Это не говорит о том, что безопасность страдает. Это просто, может быть, какое-то неправильное отношение к внутреннему состоянию самолета. Не более того. Антиреклама собственной авиакомпании. Нельзя так говорить. Они же не лезут в двигатель, пассажиры, не смотрят, что там происходит. Если самолет правильно обслуживается со всеми исходящими из этого последствиями, никакой проблемы с безопасностью быть не может. Она в головах, скорее всего. Ну, понятно. А первый вопрос? Да, первый вопрос по поводу этого самолета, который был в Казани. Вы знаете, я уверен, что этот самолет ничем не отличался от других, что он так же хорошо обслуживался. То, что он работал где-то в Уганде, в Бразилии, где-то еще, это ни о чем не говорит. Почему? Потому что везде есть обслуживание. То, что в Уганде его обслуживали плохо, это бред. Это бред. То есть вы уверены в том, что там обслуживали тоже его достаточно хорошо и эксплуатировали нормально? Вы знаете... Нормально. Просто то, что я видел и читал, в Уганде не обслуживают самолеты. Это неправда, что ли? Что значит? Как может самолеты не обслуживаться? Технически не обслуживают. Это нереально. То есть вы как профессионал говорите, это неправда. В любой маленькой стране... Давайте мы в прямом эфире спорить не будем. Он обслуживался, естественно. Не в Уганде. Заправлялся наверняка. Не в Уганде. Он обслуживался сертифицированными организациями. Не обязательно именно в Уганде. То есть он перелетал на обслуживание, допустим, в Южную Африку. А Южная Африка славна тем, что у них достаточно организованные... Организации по... По безопасности, по обслуживанию самолета. По техническому обслуживанию, проведению чеков, проверок и так далее и тому подобное. А более крупные вещи, ремонтные вещи, так они вообще обслуживаются, ну как бы, в известных уже по всему земному шару точках города. Ну да, то есть здесь нужно сказать большое спасибо глобализации, потому что уже рынки все поделены. Уже известно, где ремонтируется, это определенная точка земного шара или несколько этих точек, да, где можно купить детали и так далее, и так далее. Я вам больше скажу, что и наши, и даже ведущая наша авиакомпания техническое обслуживание не 100% делают здесь, а летают за границу. Я, может, добавлю, просто над этим всем обслуживанием есть контроль от государства, от страны, где зарегистрированы самолет, где он эксплуатируется. И этот контроль, вот можно говорить о том, что контроль может хромать, но я сомневаюсь, что он даже в Уганде хромает. То есть если этот контроль налажен, то самолет всегда будет правильно обслуживаться. Есть документы, которые подписываются, есть центры, которые его делают. То есть если вы сейчас скажете, что самолет, который летал в Уганде 10 лет, в плохом состоянии, и они его обслуживали, я думаю, они с вами очень сильно не согласятся. Людмила, здравствуйте, Людмила, спасибо за терпение, мы вас слушаем. Добрый день. У меня, конечно, вопрос к вашим гостям. А какими авиалиниями конкретно они летают? Например, на отдых в Турции или в Египет? Вопрос с подвохом, да? Это первый вопрос, да. И второй вопрос. Мне непонятна вот их позиция. Почему тогда контролирующие органы, которые, в общем, ведут очень, по их мнению, очень жесткий контроль за перелетами, за техническим состоянием самолетов, почему сотрудники этих контролирующих органов не полетали на самолетах, например, уральских авиалиний, в ту же Турцию? Вот если бы они летали хотя бы раз в месяц на этих самолетах... А вы обладаете статистикой, что именно эти сотрудники не летают уральскими авиалиями? Вот о чем и разговор. Вот и надо, чтобы хотя бы один сотрудник... Нет, подождите, подождите. Вы, Людмила, обладаете статистикой, что люди, которые обслуживают или отвечают за безопасность полетов, не летают уральскими, например, авиалиниями или другими авиалиниями, которые здесь назывались, допустим, ЮТЕР и так далее, которые вы считаете небезопасными, например? По крайней мере, я думаю, что навряд ли они летают... Понятно. То есть это ваши домыслы. Людмила, спасибо, но на вопрос мы вам обязательно сейчас и ответим. С точки зрения чартера... Вот это психология, мне кажется, уже срабатывает. Чистой воды психология. Или регулярный рейс. Никаких отличий нет. Точно так же готовится самолет. Точно так же он заправляется, обслуживается, оформляется вся документация. Поэтому здесь у нас в подсознании уже заложено, что вот, ах, если чартер, то там что-то не так. Рафаил Латифович, ну, вы ответьте на вопрос, какими авиалиниями вы летаете? Я летаю такими. Разными. Ну, зовите две-три, чтобы это не выглядело как реклама, да. Но на внутренних линиях же летаете? Действительно, самыми разными. Действительно, самыми разными. Вы же не выбираете, на чем полетить. Да и выбора-то по-большому нет. Особо-то не выбираю. Если я лечу, допустим, в Баку, так я лечу азербайджанскими авиалиниями. Если я лечу там, допустим, за границей, то, как правило, аэрофлот трансаэра. Внутри страны летаете? Внутри страны, как-то так получается, что у меня тоже аэрофлот трансаэра. То есть летаете. Александр Юрьевич. Я, как авиационный инженер, скажу, что я даже не смотрю, какая это авиакомпания, мне все равно. То есть нельзя выбирать по авиакомпании. Конечно, там можно какие-то доводы приводить. Любая авиакомпания хороша. Любая. Любой самолет хорош. Это я вам как авиационный инженер говорю. Возраст его не имеет значения. Если эта авиакомпания обслуживает его правильно, если летают пилоты, которые отучились, эта компания хороша. А я смотрю на самолет, на котором я лечу. По типу или по покраске? Нет, по типу покраски. Вот когда я сажусь в стол, я уже присматриваюсь. А так я смотрю по типу. Кстати, для меня тоже очень важна и авиакомпания. А почему? Опять же, психология. Я считаю, что чем крупнее компания, тем безопаснее. Ну, я вам сейчас массу примеров приведу. Приведите сразу после новостей на Финам. 65 10 99 и 6. Код города 495. Звоните. 65 10 99 и 6. Код города 495. Звоните нам и задавайте свои вопросы. Боитесь ли вы летать на самолетах? И что надо сделать, чтобы повысить безопасность полетов? Либо пишите на сайт финам.фм на страничку программы Абсурды. У нас сейчас Вадим очень довольно давно ждет. Давайте мы его послушаем. Вадим, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, у вас какие вопросы или пожелания? Или вы можете рассказать? Чем больше слушаю, тем больше возникают эти вопросы. Позвольте вот. Смотрите. Действительно, катастрофы на авиатранспорте куда раз от общего? Да. У нас они не так часто возникают, но резонанс огромный. И когда сравниваешь результаты расследований, то создается впечатление, что ничему в принципе не дается должного какого-то не обсуждения, а решения. Вот смотрите, авиакатастрофа в Ярославле. Пилот, получается, нажал на промок при подъеме самолета. Здесь внештатная ситуация возникла при заходе на второй круг. Я первый вопрос хотел бы задать. Разве заход на второй круг для жажданской авиации является внештатной ситуацией, такой уж редкости, что обученный на Боинг 737 пилот не знает, как действовать в таких ситуациях. Это первый вопрос. А второй вопрос. Если у нас постоянно пилоты являются слабым звеном, как выясняется в результате вот этих авиакатастроф, что везде виноваты личные факторы, то, наверное, где-то страдает у нас подготовка. Авиаторов. Вот когда я помню, извините, еще одну минутку. Когда была катастрофа в Бразилии, Air France, тогда абсолютно четко объяснили, что те пилоты, которые сейчас готовятся, они не готовятся к подъему, например, вручную на таких вот, скажем, высотах. И тогда были сделаны какие-то итоги подведены. И предприняты какие-то действия для того, чтобы устранить... Извините, больше не буду отвлекать. Вопрос я задал. Спасибо. Вадим, спасибо. Очень точный вопрос задал. Он действительно, понимаете, мир как бы сейчас разделился на две части. В части подготовки летного состава. Запад до недавнего времени все усилия были на подготовку пилотов не как летающих, будем так говорить, а как операторов больших вычислительных машин, компьютеров. И вот опыт как раз вот этого катастрофы самолета Air France над Атлантикой и показал, что вот этот перекос подготовки в обучении пилотов может привести к тому, что он начинает теряться. Он теряет... Он не знает, как взять на себя, определиться с положением в пространстве, взять, перейти на ручное управление. В Казани, ну, в какой-то мере отголоски этого, ну, мне так видится тоже. Потому что, видимо, видимо, переучивание со штурмана на пилота было по сокращенной программе. Не как раньше в Советском Союзе. Ты был штурманом, захотел стать пилотом, ты должен пройти полный курс обучения. Включая полную летную подготовку. И вот которая, как бы, значит, в составе которой акцент, один из основных акцентов, да, уход на второй круг. В случае возникновения там нештатной ситуации. На борту, на земле, там, в воздухе. Ну, понятно. Александр Юрьевич. Ну, что, я просто добавил бы. Ну, во-первых, по поводу переучивания штурманов и бортинженеров на... Кресло пилота. На самом деле, первое, что я хотел бы сказать, что знания инженера никогда не помешают пилоту. Во-первых. Во-вторых, то, что это вдруг какая-то ошибка. Ну, с этим абсолютно не соглашусь. У меня есть масса товарищей, которые именно... Я сам бортинженер. У меня друзья есть, которые переучены на пилотов. Это прекрасные пилоты, которые прекрасно управляют самолетами, работают в разных компаниях. И здесь, и за рубежом. Никаких проблем в этом не вижу. И мало того, что знания, они дают плюс. Поэтому здесь, опять-таки, мы сейчас возвращаемся к тому, что пытаемся сделать какие-то догадки, что там вдруг пилот какой-то не мог уйти на второй круг. Что за абсурд мы говорим? Что значит пилот не умеет, не сумел сообразить, что-то переключить? Это реальные пилоты. Они проходили переобучение. Они знают, что такое второй круг, знают, что нажимать. Что там произошло, никто сейчас не скажет. И не надо делать какие-то попытки. Да, смотри, возможно, сто ситуаций, почему самолет пришел в это состояние. Сто. Но мы это все обсудили. Хорошо. Ответьте на короткий вопрос. Состояние дел с обучением пилота. Школы, кадры. В этом плане, насколько мне известно, не все благополучно. Да нет, я бы тоже так не сказал. Конечно, раньше, когда была школа советская, еще я там тоже учился, наверное, обучение было, было больше внимания уделено этому обучению. Сейчас, наверное, чуть поменьше, но опять-таки никак не значит, что люди оттуда выходят недоучками. Наши университеты, которые питерские, ульяновские, они прекрасно делают подготовку пилотов. Другое дело, что как потом эти пилоты себя ведут, где они переобучаются, кто их принимает, кто выдает им документы, на основании чего. То есть, если пилот, есть такие, кто, наверное, не может справиться и не может научиться правильно. Это вопрос комиссии, которые его допускают до полетов, но никак не самого пилота. Давайте послушаем Магомеду, который к нам дозвонил. Магомед, здравствуйте. Добрый день. Сделайте тише приемник, потому что у нас идет завязка с позвуком. Уже, уже. Да, 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 давайте. Хотел бы сказать по поводу обучения пилотов и состояния вообще у нас в этом деле, учитывая, что вся школа советская обучение пилотов просто похерено напрочь. Сейчас нас готовят, грубо говоря, именно, как человек сказал, операторов. Я вот живу в Лобне и регулярно общаюсь там с пилотами. Во-первых, они, многие из них летают просто на износ. Просто для человека нормальная линия, он там куда-то слетал, вернулся, пересел на другой самолет, полетел дальше. Там буквально 2-3 часа на отдых. Следующий момент, вот я был свидетелем, как люди готовятся, переобучаются на новые самолеты. Им дают распечатку в виде там приборной панели, дают книжку, где описаны там какие-то задания, которые у них будет спрашивать комиссия. Один, ну, они считают, один читает задание, второй ему там, типа, отвечает, нажимаю это, нажимаю это, и вот на этой бумажке тыкают пальцем. Я думаю, если бы нас так готовили водителей, у нас ДТП было бы в десятки раз больше. У нас водители вообще не ходят, по-моему, учиться. И я на всю жизнь запомнил полет в 1942 году, я так уже к вопросу о состоянии парков самолетов, летел в Краснодар из Москвы. Летели, если не ошибаюсь, наяки. Когда машина, ладно, на взлете она там может где-то что-то скрипеть, но когда весь полет машины вся скрипит, дребезжит, и смотреть даже в окно страшно, потому что она там чуть не хлопает крыльями, как птица. Магомед. Понятно. Вопрос ваш тоже понятен. Спасибо большое. Звонок 651096 от города 495. Александр Юрьевич, коротко. Я коротко, да, господа, я много уже слышал различных таких же подобных высказываний. Давайте начнем с того, что самолет не может дребезжать, ломаться, хлопать крыльями. Но он издает какие-то звуки. Он издает звуки, которые абсолютно безопасны. То есть это не страшно. То есть что в головах у людей, что им кажется, что сейчас самолет развалится, ну, к сожалению, это психология. Да. И будьте уверены, что любой... То есть когда он скрипит, летит, это нормально? Я не знаю, что там скрипело. Я не сидел в том самолете. Но в разных самолетах летал. Я очень много летаю на самом деле. На разных самолетах. На маленьких, на больших. Но будьте уверены в том, что если самолет куда-то летит, если авиакомпания содержит этот самолет, он исправен. Он получил допуск. Да. Он исправен. Пилоты правильные. Там все в порядке. Есть старые самолеты, со старым салоном точнее. Но будьте уверены, что внутри у самолета с электроникой, с двигателями, с какими-то там другими системами все в порядке. Другого быть не может. Не может никто выпустить самолет на свой страх и риск, если там что-то неисправно. Есть документы, которые позволяют какие-то допуски. Но то, что с самолетом все должно быть в порядке, стопроцентная гарантия этого есть. Если вдруг кто-то считает, что где-то самолет плохо обслуживался, тот же самый Як, он ошибается. Везде есть запас прочности, даже в принятии решения. Причем огромный. В процентах он огромный. Я понимаю, но тем не менее, где мы сейчас покупаем самолеты? Покупаем же мы в основном не новые самолеты. Ну и что? Возраст для самолета не самое важное. Самое важное это его летная годность. Если я куплю самолет десятилетней давности, но на нем будет все в порядке, летная годность будет существовать, он ничуть не хуже, чем новый самолет только что с завода. Просто новый самолет будет дороже. При этом его эксплуатация будет чуть-чуть дешевле мне обходиться. А вот если я куплю более старый самолетик, его эксплуатация будет мне выгодиться дороже. Поэтому здесь просто экономический вопрос. Что выгоднее вам? Больше вкладывать в эксплуатацию самолета или меньше потратить на капитальное вложение при покупке? Новые самолеты покупает только одна авиакомпания в нашей стране, да? Почему? Нет. Потому что это очень дорого. Нет. Во-первых, самолеты не покупаются сейчас. Они берутся в лизинг. Вот здесь тоже вопрос, почему выгоднее взять в лизинг новый самолет или невыгодно старый. Тут же опять экономика. Конечно. Все опирается в экономику. Не к тому, что кто-то хочет больше заработать. Просто здравый смысл, что это делать удобнее с таким самолетом. Это выгоднее. Но в конечном счете что больше заработать, это понятно. Или меньше потратить. Заработок пилотов. Тем самым больше заработать. Хорошо. Сколько зарабатывает средний пилот? Самое разное. 20 тысяч до 250 тысяч в месяц. Это в зависимости от авиакомпании и на каких рейсах он работает. От выслуги. Это много очень причин. Какая загрузка у пилотов? 90 часов. Это много? Ну, как сказать много. Споры идут. Спорят и европейцы, и наши со своими национальными администрациями. В Европе так вообще вон тут было заведненно и устраивали демонстрации в Брюсселе. У них 80 там, допустим. У нас 90. Разница небольшая. Разница вроде бы небольшая. Но пилотов, настоящих пилотов нам не хватает. Поэтому возникло вот это предложение о том, что привлекать зарубежных пилотов. Не хватает не пилотов, а капитанов? Ну да, капитанов. Это во-первых. Во-вторых, это проблема мировая. Нехватка летного состава в мире оценивается по данным МИКАО где-то примерно в 25 тысяч человек. В России нехватка по разным источникам. От тысячи до двух тысяч. Из них КВСов где-то, наверное, человек 500, где-то вот так вот. Господа, у нас осталось буквально 30 секунд до конца. Мы продолжаем и призываем людей не бояться и летать. Да, Александр Ильич? Да, я коротко скажу. Там про аплодисменты было. Знаете... Это было, да, в самом начале. Да, когда вы хлопаете в самолете, на самом деле это не то, что мы добрались, да. Я, например, всегда хлопаю, потому что пилотам, потому что они сделали свою работу. Хорошо ее сделали, красиво. Но в Европе не хлопают, потому что они обязаны сделать это. Они благодарят пилотам? Они будут вести всех живыми. Нет. Я хлопаю, потому что пилоты сделали хорошую работу. Пять секунд. Я скажу, безопасность — это дело общее, и пассажиров тоже. Спасибо большое. Это была программа Абсурда. До встречи.